Сегодня Церковь отмечает память о кончании жизни великого пророка, равного которому не было. За что же он удостоился такой славной кончины? По-человечески, да, человек пострадал, лишился головы. Много было в жизни Иоанна скорбей, но не таких. Где-то выпустили топор, кто-то насаживал ручку, кто-то точил. У топора определенное назначение было у секира. Но что он пройдется по шее самого великого пророка, этого никто не знал, и он не знал. Вопрос, а мог ли он избежать этого? Вполне. Достаточно было язык припустить. Какие же главные слова были поставлены в обвинение Иоанну? Он говорил, не должно тебе иметь жену брата твоего, Пилиппа. Мы не должны думать даже, что Иоанн не понимал обстановки в стране, обстановки при дворце царском, что слова его не будут приняты. Он знал натуру Ирода, знал, какой был его отец. Но, однако, продолжал говорить. Вот согласно Слову Божию, если смотреть, что не должно, и по-человечески далеко не сходится. У нас многое, что не должно, а это должно. Вот не должно пропускать богослужение, не должно ни одного дня проводить без чтения Слова Божия. А мы под разными предлогами находим причины, чтобы это не должно сделать должно. И вот в Библии вместе с экономическими книгами встречается 53 раза слово «не должно». И впервые мы видим у Моисея в книге «Исход» при встрече с фараоном. И далее о законе говорится, как правильно приносить жертвы, не должно приносить хромого, слепого, поврежденного. А если принесет, не считать за жертву. Потому что все равно, хоть у меня баран, допустим, нога была когда-то переломана, срослась, почему же ее не принять? А Пророк Малахия говорит, а принеси князю твоему, слепое, хромое, понравится ему. Как вам не стыдно? Возьми, Боже, что мне не гоже. Не должно. Наша жертва должна быть чистая. А вот здесь уже надо все рассмотреть, что значит чистая. Где? Есть маловажное. Ну, грязными руками неумытыми. Ну, не должно есть микробы. Ну, не в этом же суть спасения-то. Фарисеи за это усыпились, а вот не должно. Придя с базара, обязательно руки дал локоть, надо вымыть. Это, Талбот уже работал в полную мощь. А что родителей не должно отставить без присмотра? Они как будто не слышали. Карман! И положил себе карман. Родителям можно ничего не давать. Иоанн видел это беззаконие. И как дурной пример действует на народ. Я думаю, что он неоднократно беседовал со своими учениками. У него были ученики, написано, что ученики постятся. От ученики Христова подтвердили. Идти или не идти, обязательно уговаривали не ходить. Когда апостол Павел услышал, что его свяжут и повезут, то весь народ плакал и просили, Павел, не ходи. Ну, ты же знаешь, что не примут. Но мы лишимся какого светильника, ни вопроса не разрешить, ни посланий не получить. Павел, не ходи. И он говорит, что вы сокрушаете, чертво мое? Я хочу жертвою стать для Христа. Я становлюсь жертвою. Чистую жертву Павел придет. Жертва это добровольный, доброходный, дающего Бог любит. Вот такой жертвой сегодня, 11 сентября, стал Иоанн. В истории русского народа было такое. Существуют определенные правила, каноны, церковные. Не Библии, но церковь имеет еще свои законы. Допустим, молодые, раньше было там 16 лет, поженились, несчастье, заболело, простыло, умерло. Разрешается жениться, но уже это наказание. А если снова постигла несчастье, умерла в родах или еще как-либо, ничего. Церковь разрешает и третий раз жениться. А четвертого нет. Считается преступный разбрат. А Ивана Грозного 6 раз, а официально 4 раза венчают. Но он царь, вот православный, ему нельзя этого делать. Он вызывает и архиереев. Это почему? Да все архиереи у вас спросились. Камон, мы никогда этого не делали. А вы хотите, чтобы у русских был царь-развратник? Да, конечно, нет. Поэтому венчайте, чтобы брат был законный. Ну, у тебя три было. А сколько я с ней был? Он начинает доказывать, всего несколько дней ночей. А вы видели, я стал с ней или нет? Нет, не видели. Кто скажет, что видел? Сейчас голову отрублю. Все замолчали. Венчать будете или нет? Не бойтесь, я в казню. Повенчали. Беззаконный брат. А вот память-то Иоанна, крестителя, в то время архиерея должна была удержать. Три венчания было, царь Иоанн Васильевич. Перестань. Наследник нужен. А сколько ты знаешь, что он нужен? Вы хотите, чтобы наследник был? А все равно на нем прервалось все. Дальше будет другой род. Пойдут Шуйские, Годуновы, а потом уже род Романовых. Это путь очень скользкий, вне закона Божия. По закону Божию жертва должна быть чистая. А мы спрашиваем, где жертва? Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренном. Полностью должно быть сокрушено, не с оговорками. Какой-то участок оставить для себя. Вот у нас в воскресенье принимали крещение две души. Сейчас сообщают. Обоих уже отпущили, но одну не можно отпустить, она из Германии. Храм не запускать. И наказал, если приедет сестра, чтобы скрестая, шибли и там... Ну не можно сказать убить, казнить. Правила такого нет. Но уже объявлено все. Что делать? Ничего плакать. Они привыкли к крещению ладошкой. Написано погрузить. Но в ладошку у попа не может человек погрузиться. Это явно. И в тазике не может погрузиться. Значит, таинство не может совершиться. Если нет воды. Нет воды. Написано. Но все же он считал. Ты можешь день и ночь считать. Погружения нет, крещения нет. А как это знать? Очень просто. Сыновья Ильи были люди негодные, написано. А жертву принесли чистую, неповрежденную. Но сначала надо сжечь, а потом плечо, что отрежут, дадут священнику. Тогда шашлык ешь. А они приходили, вот, раки вилкой брали. Кто пытался противодействовать и говорил, эта жертва-то будет недействительная. Они отталкивали его. И Бог их погубил и сказал, я разрушу все. И ты, старик, не учишь их, ты погибнешь тоже. Это архиерей будет за это отвечать. Священники отвечать будут, и патриарх будет отвечать. Патриарх неоднократно говорил о том, что крестить в полное погружение. Кто не крещен в полное погружение? Вы понимаете, жертва-то не полная. Крещение – это смерть. Написано, мы погреблись с ним. Но погребают как? Принесли покойника, положили пылью, посыпали и пошли. Вот так ты под воду должен уйти, сколько под землей человек находится. Тут толковать ничего не надо. Вот Иоанна у крестителя смерти сегодня остановила бы этого попа. Эти дикие выходки. Жертва должна быть чистой. Ну а ты с какой целью это говоришь, скажет? Ты знаешь, что не слушает? Знаю. А для чего тогда говоришь? А для того и говорю, чтобы не имели извинения. И примером для нас служит Иоанн. Иоанн Ваталуз говорит, ты хочешь получить награду пророка? Ну можешь спросить, какого? Величайшего. Иди и обречите рану. Но он не примет. Это не твоя забота. Твоя забота – быть верным Богу. Пойди и обречи его. Во второй книге Маковейской, 9-12. Смертному человеку не должно думать высокомерно. Какое место? Святые установили, что если крест и тиски и погружение, да будет извержен. Извержен не тот, кто крестился, а кто крестил. Его надо сбросить. Все перевернулось кверх ногами. И звонили и просили помолиться за Тамару и Валентину. Чтобы Бог дал силу устоять. А какой совет дали? Будет бить, пинать, плевать, резать, не уходи. Для них самое легкое, если бы они ушли. А вот если они не ушли, и будет мороз, снег, а ты будешь стоять перед дверями, он тебя будет ногами пинать в живот. Вот тогда другие люди и пробудятся. И при том поступают попы везде одинаково, где получили крещение. Ты не веришь в благодати? Не верю. Благодать действует по закону определенному. Подположено вино. Виной должно быть. Керосин там не должен быть. Не квас, а вино. Вот тогда совершается таинство. Тогда я верю, там действует благодать. А если человек ничего не знал, крестился, даже три погружения ничего не даст. Он должен идти научить их. Определенный порядок у Бога существует. Как жертву принести, куда копыта отложить, где внутренности, как сжигать. Для чего Бог это сказал? Что лишнее место в Библии, нечем было заполнить бумагу? Иоанн Креститель это все знал. Я думаю, они обсуждали и говорили, ну, царь, ну, ведь он мог бы жениться. Написано в законе, что если умрет, кто не оставит потомство, то надо взять у брата жену и восстановить. Но у него-то была дочь у Филиппа. Ну, явно она жила при матери, потому что тут же она танцевала. И Рыкинов не знает, что это ее родная дочь. Это патчериса его была. Знал? Определенно. А может быть сын? Что было? А если дочь, то может жениться? Нет. А может он умер уже, Филипп? В блаженных эпилах все эти варианты разбирает. В любом варианте он был повинен. Там не написано, если не умрет. А там прямо было сказано, если умрет и не оставит потомство. Тогда мог ее взять по полному закону. Теперь не имел права. Апостол Павел говорит Слово Божие, его слушает, он уже связан. Кажется, последнее слово, и сказать, молодцы, вы все ревнители, как и я. Благодарю вас, что пришли послушать. А он говорит им, Бог послал меня к языщикам. Слово об языщиках для евреев, как красная тряпка на кориде для быков была. Сразу пыль в воздухе не должно ему жить. Но только бы одно слово не так. Стефан первомучий говорит длинную проповедь. Всю историю израильского народа представил перед слушающими. Одно слово. Подблагодарить слушателей за внимание и пойти домой. Он говорит, вы руками беззаконника проспяли. И тут же его побили камнями. Иоанн, Павел, Стефан, но вы знали, что вас не примут. Зачем эти слова говорили? Зачем драконить этих людей было? Вы видели, это дикие звери было. Ты не отвечай так. Ты скажи, я оказался верен. Стефан принес чистую жертву. Павел говорит, ты сам я становлюсь жертвою. Сам. Поэтому никогда не думай, примет он, не примет. Откуда это известно? Из священного писания. Второе послание Тимофея 4.2. Настой во время и не во время. Запрещай. Увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Проповедуй слово. То есть он не будет слушать, а ты повторяй. Это тебе долготерпение. Не про него говорится. В церковный порядок устать никому не разрешайте нарушать. Да вы говорили два раза, а он не слушает. Да хоть двадцать два раза говори. Написано долготерпение. У тебя нет терпения? Переходи на долготерпение. Переключайся. Все. Пророк Иезекииль. Вторая глава, пятый, седьмой стих. И говорит. И говори им слова мои. Будут они слушать или не будут. Ибо они упрямый народ. Бог дал им характеристику. А тебя, если не будешь говорить, Бог говорит, я убью. Если ты будешь молчать. А откуда это известно? Так же скажем и слово Божие. Слово Божие об этом свидетельствует. Вторая параллель помянула 25.16. Знаешь, что решил Бог погубить тебя, поэтому ты не слушаешь. Это касается любого, кто не слушает Слово Божие. Не слушаешь, знак равенства. Теперь Бог решил тебя погубить. Ну, хотим мы погибели или нет. Я думаю, что Иоанн при встречах с Иродом ему напоминал о страшном суде. Потому что написано, Ирод с удовольствием его слушал, когда он в тюрьме был. И может быть, он его и в тюрьму-то посадил. Предположение такое, чтобы от Иродиады спасти. Как Патифар посадил Иосифа в тюрьму, чтобы от жены спасти, чтобы она его не завязывала. А в тюрьме-то он спокойно, туда она проникнуть не может. Вот еще какой вариант может быть. И написано, слушал его. Слушал, кроме одного пункта. Слушал, ну отпусти ты ее домой. Отпусти меня, отпусти в пустыню. И тогда 11-го дня, вот этого сентября бы не было. Пророк Иезеки Ир 3.17 говорит так. Я поставил тебя стражем, чтобы ты учил. Поставил, и ты обязан делать. Иеремия 1.7. И не говори, что я молод. Ты пойдешь и скажешь, что я повелел тебе. А кого из пророков с удовольствием слушали, собирали? Они обречали, слушали. А как начинали говорить? У них у всех хватало камней. Камни под ногами были. Не надо было веревки никакие вешать. Книга пророка Иона 3.2. Иди в Нинею и проповедуй. Кому? И к язычникам? Купил билет, а в другую сторону Иона отправился. Залез в трюм, он с зайцем не ехал. Но у Бога много всего. У него и ветер, и солнце, и молния. И Бог развернул его. Корабль не туда плывет, Иона. Не туда. Корабль не знает, куда плыть. Вот кит знает. Вот проглотит тебя, и в другом трюме поплывешь теперь. И будешь говорить. Как он ходил и говорил? Кому говорить? Язычникам. А Ион их не ставил ни во что. Господь ему сказал. Ты тыкву жалеешь больше растения, которое завяло. А здесь 120 тысяч живут. Левое и правое не могут отличить. Мне ли не пожалеть? То есть Бог делает сравнение и говорит. Какой же ты пророк после этого? Иди и говори. Не слушаешься? Бог тебя орает в пучину морскую. Евангелие от Матфея 28.20. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И с вами во все дни до скончания века. Не просто с вами во все дни. А Вавилев исполняет все. Тогда Господь с нами. На Израиль постоянно нападали другие народности. И я так предполагаю, что историю Ирод тоже знал. Ну не написано, ну понятно, в стране, в этой жить как. И он не знал, почему враг преодолевает, когда они грешили. Ирод не мог сказать, что он поступает по закону. И он дальше должен был сказать, вся страна будет страдать. Это нам кажется. Один человек, ну один человек, подумаешь, грешит, что? Один это все. Все, которые молчали. Злой корень возник, но потравлял всю страну. Ну а можно было как-то по-другому. Один единственный путь через язык. Но язык находится во рту, а рот на голове, и поэтому голова отлетела. Когда Максим Исповедник говорил и показывал, как крестить, всем отрубили правую руку. Вытащили язык, крещами резали язык до самого основания. Поэтому, если мы пошли за Господом, то услышим слова апостола Павла, первого кисполонетийцам, 2.11.12. Мы убеждаем и умоляем. И 5.14.1. Умоляем вразумлять бесчинных. Это ко всей церкви относится. Если один согрешает, повторяю, все общество виновно. Царь Озия угоден был Богу и делал хорошо. Но сердце, написано, его возгорделяется, он решил встать на место священников. Взял кодильницу. Священники не могли царя коснуться. Рядом страшники, они убили бы их. И он пошел кодить. И Бог сразу же вмешался. Нечистая жертва, мне не нужна. И сразу покрыл его нечистой проказой. А дальше закон снова не сработал. Прокаженный, я должен быть за городом. А кто ж царя вытащит-то? Ну и внутри нельзя жить, от него все заразятся. Построили отдельный дом царю. Ну, конечно, у царя средств хватало. Построить и крышу покрыть. Но зараза распространилась внутренно на всех. Почему ни один пророк не шел к нему? И написано, как Златоуст говорит, Бог отнял благодать от всей страны. 6 глава 1 стих. Видел я Господа, превознесенного на престоле в год смерти царя Озии. Иоанн Златоуст говорит, почему в год смерти? Потому что Бог отнял все от Израиля. И только когда он умер, зараза сошла в могилу, тогда Бог снова заговорил с народом. Иоанн Креститель это понимал. И он понимал, что он видел Мессию. И он пришел приготовить путь Господу, путь не только мирянам, не только рабам, но и царям. Чтобы и цари поступали согласно закона Божия. Нида Сирах 11.26. Не должно прославлять мужа грешного. Просто закон. Умер Сталин. Патриарх Алексей, когда был первый, говорит о нем то, что говорят о святых не всегда даже. Какая нравственная и великая сила ушла. Стоит у гроба прославлять. Никто не убивал уже в это время. И Бог отнял все. И поэтому вот такое состояние сегодня священник, когда они борются за чистоту таинства, за чистоту народа. Не учат, совершенно не учат. А им сказали, а сестра уезжала, на вас прах отрясла. Вы знаете, как это страшно? Никто не знает, что такое прах отрясать. Остец спрашивает, что это такое? Ну кто-нибудь знает, ни один человек в церкви не знает. Это означает что? Что не было проповеди, никто не приходил, кого они... Они выгоняют и не знают, что у них прах отрясенный. А это не просто так. Этот прах нельзя вымести. Этот прах на суде Божьим будет каким-то светящимся. Вот как сейчас дают взятку и специальные знаки делают на деньгах, и они светятся, когда в определенном светом ультрафиолетовых лучах. Вот так эта пыль от ног из дальней старопринесенной будет свидетельствовать, говорит Иоанн Вартауст. Люди ничего не знают. Но семя уже брошено, уже две души слышали. И они твердо намерены стоять. Им нужна сегодня только помощь духовная, чтобы укрепил Господь, занимались Словом Божиим. Мы не знаем, когда начнется здесь у нас пробуждение. Второзаконие 22.5. На женщине не должно быть мужской одежды. Я говорю слово «не должно». Что оно означает? Что, про это разве не знают священники? Прямо поставили вопрос, дома ли, где, если ты ходишь в мужских брюках, в храм не заходи, сквернавка. Ты мерзавка, мерзость перед Господом нигде, никогда. Не должно. И не надо дальше рассуждать. Богу не угодно. Откверняется все общество. Павел говорит, 1 Коринфа 6.12. Ничто не должно обладать мною, хотя мне и все позволительно. Это надо повторять себе. Гнев и подошел. Да не зайдемся во гневе вашем. Я не должен ложиться спать и на кого-то огневаться. Прости меня, Господи, простите меня. Все. Слово «не должно» — это семофор, красный сигнал, непрерывно мигает и бьет по глазам. Не должно. Что «не должно»? Мы должны все-таки знать. Давид говорит, я встану рано. А далее «и прославлю Бога посреди собрания». Слово «собрание» — экклесия. Экклесия — это церковь. Эта церковь была уже церковь. И поэтому те, которые не ходят в церковь, пропускают, они церковь уже сегодня не могут прославить. И ты это тоже помни. Не должно оставлять собрание, Павел говорит, как некоторых у них есть обычай. Не должно. Почему? А враг легко, а вещь-то захватит в стороне. Будем друг другу увещевать, помогать. 1 Тимофею 5.13. И Титу 1.11. Таким должно заграждать уста, и об они, а развращая целые домы, учащему не должно, из постыдной корысти. Сказать, что дорыстные священники крестят, никак нельзя. Везде стоит табличка, добровольное пожертвование, 300 рублей. Потому что предпатриарх дал указание, деньги не брать, ценники убрать. Ну и все, говорят, вещание, там 500 рублей, добровольное пожертвование, подставили другое. Даже уже обманом-то нельзя назвать. Пророк Исаия 29.24 Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Таким блуждающим умом был Ирод. А ведь прошло-то две тысячи лет. Где он, этот Ирод, находится? Да на кого же руку-то он поднял? А даже цари православные-то сколько раз смещали друг друга, закрывали устав пророкам. Сегодняшний день это пример. Не просто день памяти, голову отрубили, праздник. А что он с торжеством отошел из этой жизни. Он не пошел в рай. Он пошел в шок, как и в преисподние места земли, потому что Христос еще не умер. Исаия 51.7 Не бойтесь поношения от людей, их гласловия и их не страшитесь. Какая молва была во дворце. Как он посмел царю говорить. Какое было торжество и уродиады. Как радовалась дочь. Иоанн Заталус, обыгрывая эту ситуацию, говорит. Безумный царь, полцарства отдал. Моли Бога, Ира, чтобы второй раз не стало плетать вторую половину царства, а даже нищий пойдешь домой. Будешь встать с колохрама, руку протягивать. Он Заталус, чтобы был юмор, очень радует. Первое Иоанна 4.6 Кто не от Бога, тот не слушает нас. Знающий Бога слушает нас. Ирод не знал Бога. А хотя и к Агриппе даже обращался Павел. Веришь ли пророкам? Знаю, что веришь. Эти же слова мы можем переадресовать Ироду. Веришь ли? Да так. Но только все в укороченном виде. Что надо взял, а что не надо убрал. Мы должны знать, что жертва Богу должна быть полной. Никакого повреждения не должно быть ни в душе, ни в законе. И обращаясь к Иоанну Крестителю, чего у него просить? Ну, в первую очередь, то, что он умел, что знал. Он умел жить в скудости. Научи нас жить в скудости. А Павел говорит, и в скудости вы забили умеешь жить. В изобилии труднее жить, чем в скудости. В скудости человек напряженно работает, бережливости научается. А когда много денег, он многое проигрывает, заводит любовницы. Путь его извращенный. Что Иоанн еще знал? Скудно питаться. Далее. Были у него ученики. Они научались. Постился. И, конечно, его великое мужество. Он был ограничен привычками. Он был в пустыне. К нему все приходили. Мы не в Ене считаем, что он был в городе. Но молва дошла до царя. А о чем он там проповедует? Да он всем людям говорит, что не должно иметь... А как он ему сказал-то? Во дворце приходил когда-то. Мы можем думать и так, и так. Но факт тот, что Ирод, неложное обвинение возник на него. Иоанн пострадал за свой язык. Мы хотим получить награду Иоанна? Будем помогать друг другу. Конечно, нам до царя не дойти, до президента далеко. Но рядом с нами находятся люди. Не надо бояться ни диакона, ни священника, ни архиерея. Но заранее помолиться. С любовью. Может быть написать, если видишь, что не так. Да умудрит нас Господь правильно отмечать. Если назовем праздники, ну как Заталут говорит. А правильное празднование это подражание святому, честь кого, этот день. Аминь. 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 Аминь.